Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Издательство 1С Паблишен и агентство Фронтлайн Креатив представляют Иван Любенко Серый монах Сборник рассказов Роковая партия Сани, запряженные не особенно породистой, но с виду резвой лошадкой, спор неслись к южной окраине батальонной улицы. Снег к вечеру пошел с новой силой. Крупные, слебяжьи перо хлопья покрывали белую, как сорочка гимназистки, булыжную мостовую. Два параллельных, не пересекающихся следа от полозьев, казалось, вели в бесконечность. Уставший морозный январский день медленно засыпал, чтобы завтра чуть свет запеть тысячами новых разноголосых звуков. Вы уж простите, уважаемый Клим Пантелеевич, что я на ночь глядя потащил вас к черту на кулички. Странной, кажется мне, эта смерть. Я его не меньше, чем раз в неделю наблюдал. Здоров был старик, как бык царя Минноса. И вдруг скончался. В данном случае моя репутация, как врача, кажется уже не столь безупречной. А гонорар вам я оплачу сполна. Не беспокойтесь, полицию вызывать Изольда Генриховна экономка его не желает. Он, говорит, болезный, восьмой десяток давно уж разменял. Все там будем. Согласитесь, странная позиция. Единственное, на что старик жаловался, так это на некоторое ослабление своего мужского потенциала. Вот по молодости, помню, шкалик пропущу, да к милой в постель. Так за ночь бутылочку выкшую и свою куртуазную мамзелю бложу. С утреца банька до купанье в проруби. А нынче, говорит, как студент чахоточный, один разок и все, косну тянет. «Пропишите, доктор, сигнатуру капелек каких-нибудь, чтобы на ново силу прежнюю обрезть», — объяснял адвокату причину вынужденной поездки частно практикующий врач Нижегородцев. «Согласен, Николай Петрович. Дай Бог каждому такие жалобы на старости лет иметь. Вы не беспокойтесь, разберемся. Это хорошо, что вы комнату до моего прихода на ключ велели закрыть. В таком деле главное — детали. Они нам о многом сказать могут. Что делал в последние минуты жизни покойный? С кем общался? А что собачка его издохла, случай довольно редкий, хотя бывает и такое. Животные тоже ведь, твари сердешные, от горя и тоски помереть могут». Удобно расположив затянутые в перчатках руки на кожаном английском саквояжи, философски рассуждал присяжный поверенный Ардашев. «А какие родственники у покойного остались?» Жену Вахрушев лет пять назад похоронил. Подозреваю, что экономка ему последние годы ее с успехом заменяла. Уж больно ласков он с ней был. Сулился ей свои доходные дома завещать. Еще и вдовушка портниха к нему зачастила на примерке. А недавно он без согласия Изольды на работу принял молодую горничную. От этого немка ему с ценой закатывала. Один раз даже при мне до сих пор эта девушка работает. Я так скажу. Было у покойного три страсти. Деньги, женщины и, как ни странно, шахматы. Детей, считайте, у него нет. От единственной дочери Ерофей отрекся лет двадцать назад. Против отцовской воли пошла. Обвенчалась сапожником-армянином. Папаша этого не простил. А спустя год после рождения сына ее муж сбежал вместе с циркачкой заезжего Шапито, который шил тапочки для гимнастических кульбитов. От горя и безысходности молодая мать сошла с ума. До сих пор содержится у Зубова. В Александровской лечебнице. Сына воспитывает армянская семья ее деверя. К своим пятерым отпрыскам эта небогатая супружеская пар добавила и шестого ребенка, Григория. Армяне народ дружный. Парень скоро гимназию закончит. Учится успешно. Весь в мать. На вид русский, хоть и фамилия Аветисов. Летом работал помощником приказчика в конторе Кожевинного завода братьев Деминых, что натошли. Сметливый парнишка и к наукам способный. Дед его, в шутку, Менделеевым называл. Ну, а он деду цветы разные выращивал и на день рождения дарил. Извозчик остановил сани у парадного подъезда. Господа расплатились и отпустили возницу. Наверх вела широкая мраморная лестница. В коридоре у добротной двери сидел полусонный, уставший от томительного ожидания дворник. — Попрошу, милейший, никого в комнату эту пока не пускать. А если появятся родственники или соседи, скажите, что доктор осмотр еще не закончил. И потому мешать не велели. Распорядился Нижегородцев. А соловелый мужик часто закивал в ответ. Картина, признаться, была удручающая. В глубоком деревянном кресле, по колено укрытый шотландским клетчатым пледом, уронив голову на грудь, сидел покойник. На полу, прямо у его ног, вытянув вперед лапы и положив на них морду, лежала огромная пушистая собака. Глаза ее были закрыты. Излюбленная порода чабанов-горцев. Собака-пастух. Хотелось верить, что пес и хозяин заснули, но стоит человеку проснуться, и, обрадованный его радостным пробуждением, четвероногий друг мгновенно наполнит дом раскатистым веселым лаем. Но, к глубокому прискорбию, оба были мертвы. Перед креслом располагался низкий дубовый столик с резными ножками, на котором была разложена шахматная партия, белыми фигурами обращенная к старику. Рядом лежал вскрытый конверт, а внизу под столом валялся лист бумаги. Комната была большой, в пять-шесть квадратных сажений, и завершалась эркером. В полукруглом пространстве на подставке в горшке рос огромный рододендрон верхней веткой, почти дотрагиваясь до украшенного лепниной потолка. Николай Петрович, я вас попрошу, перчатки не снимайте. Если есть необходимость что-либо взять в руки, берите только в перчатках. Знаете, уже целый год в России применяется так называемый дактилоскопический метод установления личности по популярным линиям подушечек пальцев. Установлено, что у каждого человека образуемый ими узор своеобразен и неповторим. Двух людей с одинаковым рисунком не найти. Кстати, у собак и коров отпечатки носа тоже строго индивидуальны. В качестве средства для обнаружения отпечатков пальцев, оставленных, предположим, на бумаге, можно использовать наструганный порошок карандашного грифеля. Открывал доктору тайной криминалистики, полученные еще в прошлой жизни, бывший начальник Азиатского департамента Министерства иностранных дел России, отставной коллежский советник, вот уже два года живущий новой для себя жизнью провинциального адвоката. Но все равно, как ни крути, оперативное заграничное прошлое нет-нет, да и выскакивало наружу в виде подобных словесных водопадов. После чего недоуменные слушатели окидывали присяжного поверенного окружного суда недоверчивым и слегка удивленным взглядом. В такие минуты Клим Пантелеевич замолкал, пожимал плечами и что-то невнятно бормотал о когда-то прочитанных иностранных журналах. По сей день 15 лет заграничной деятельности Ардашева составляли государственную тайну Российской империи. «Не перестаю вам удивляться, Клим Пантелеевич. Горизонт ваших познаний широк и многообразен. Народ до сих пор судачит о вашем недавнем разоблачении известного в губернии чиновника. Кто бы мог подумать, что злодеем окажется человек столь уважаемый и на первый взгляд честный? А вы все равно вывели его на чистую воду!» Продолжал будоражить тщеславие адвоката Нижегородцев. «Вот так бы и нам, врачам, научиться безошибочно диагнозы ставить. Да, чтобы при жизни пациента, а не после вскрытия». «Кстати, Николай Петрович, не кажется ли вам, что здесь лечебной микстурой пахнет? Хотя лекарств я вокруг не вижу». Втягивая носом воздух, Ардашев на мгновение замер и в профиль стал смешно похож на застывшую в стойке русскую гончую.